Сегодня утром в начале 9-го на улице Гагарина автомобиль сбил двух девочек учениц 2-го класса. Это случилось на пешеходном переходе возле школы номер 12. На кадрах с видеокамер наружного наблюдения видно, как дети, стоя на разделительной полосе, ждут разрешающего сигнала светофора. Когда загорелся зеленый, они быстро начали переходить проезжую часть. И в этот момент их на большой скорости сбивает опель. За рулем была 37-летняя женщина. В результате наезда у одной из девочек ушибы и ссадины, у другой – осколочный перелом руки. Ей предстоит операция. Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Идет административное расследование. После определения экспертами тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, может рассматриваться и вопрос о возбуждении уголовного дела. Между тем, у местных жителей есть претензии к работе светофорного поста на этом перекрестке. Я не считаю его опасным, просто очень мало времени дается на то, чтобы не успеваешь. Оттуда бежишь и наискосок стараешься за это время пробежать два перехода. Надо или время увеличить, или как-то. А дети, они же не ждут. Видимо, побежали и не успели. Просто не успеваем. Вот мы пожилые, мы не успеваем перейти две дороги за этот промежуток времени. Вот это и ту половину. Вот это меня вообще всегда убивает. Кроме того, как отмечают в дорожной полиции, за последние три дня участились случаи наездов на пешеходов. Этому в немалой степени способствует то, что люди ходят в темной одежде и без светоотражающих элементов. В пасмурную погоду и в темное время суток таких пешеходов плохо видно. Госавтоинспекция призывает взрослых использовать светоотражатели самим и обязательно снабдить ими детей. Боевой артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на своем участке жители Выборга. Несколько десятилетий он пролежал в земле и был обнаружен случайно, когда хозяева решили выровнять территорию. Мы здесь разравнивали площадку. У нас здесь немножко такая насыпь была. И мы решили разравнять это все. И ковшом он зацепил что-то железное, заскрежетало. Мой муж подошел и увидел снаряд. Остановил все работы и мы, естественно, сразу же обратились в полицию. Полиция приехала только на следующий день. Сказала, что надо обязательно вызывать саперов, потому что пойдет дождь и что угодно может случиться. И потом неизвестно, может быть, здесь вообще со времен Отечественной войны или Финской войны. Может быть, здесь вообще какой-нибудь арсенал. Просто прозванивать надо полностью землю. Денисовы поселились здесь 20 лет назад. И о том, что все эти годы жили как на пороховой бочке, даже не догадывались. Чтобы обезвредить опасную находку, пришлось вызывать саперов. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили в установленном порядке. Временные моратории на размещение новых промышленных объектов первого и второго класса опасности могут ввести на территории Ленинградской области. О готовности таких действий на ближайшие 2-3 года заявил губернатор Александр Дрозденко. Мы в 2020 году закажем серьезную работу у серьезной экологической организации на конкурсной основе, которая сделает оценку воздействия на природу Ленинградской области, на окружающую среду Ленинградской области, сегодняшнего экономического комплекса, экономических предприятий, производственных предприятий на территории Ленинградской области. Потому что у нас очень много предприятий и химических, и есть серьезная, так сказать, атомная энергетика развивается, энергетические предприятия, предприятия логистики, портовые комплексы, чем много других предприятий. Мы должны понимать, насколько в целом сегодня предприятия экономики Ленинградской области влияют на природу Ленинградской области. Глава региона отметил, что задача областного правительства не только развивать экономику, но и сохранять окружающую среду и уникальный природный потенциал для будущих поколений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы традиционно закладываем дефицит в бюджете. Это необходимо для того, чтобы по ходу исполнения бюджета мы могли более гибко работать с расходной частью бюджета. И у нас была бы возможность перераспределять денежные средства из тех направлений, по которым мы видим отставание по исполнению, на те направления, там, где требуется опережающее развитие. В проекте бюджета на 2020 год появились новые статьи расходов. Выделение средств на реновацию детских садов, выплаты при отсутствии места в дошкольных учреждениях, льготный проезд пенсионеров и студентов, подключение частных домов к газопроводам, выплаты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также обустройство зеленых стоянок. Могу сказать, что у нас, будем так говорить, не вызывает больших дискуссий то, что мы должны агропром свой развивать и поддерживать. Вот это на протяжении последних лет мы его финансируем постоянно. У нас социалка всегда в приоритете. Но это все из-за того, что появляются дополнительные возможности, губернатор очень внимательно смотрит. И любые вещи, которые помогают даже небольшим группам населения, они у нас проходят без каких-то особых дискуссий. Потому что есть возможности, есть люди, которые нуждаются, но почему нет? Сегодня доля социальных расходов в структуре бюджета Ленинградской области приближается к 60%. Это различные виды доплаты, льгот, образования, медицина. Региональный госжилнадзор продолжает реагировать на жалобы выборжцев. На днях в районной администрации состоялась очередная встреча собственников с жилищными инспекторами. Во главе угла – начисление платы за коммунальные услуги, эксплуатация жилых домов и капитальный ремонт. Когда мы стали делать ремонт, тут обнаружили, что идет огромное разрушение эркера, куда выходит огромное окно трехметровое, поскольку комната 32 метра в квартире. Значит, снаружи разрушается, и внутри появилась плесень и осадки. Обратились в управляющую компанию, они признали, прислали нам бумагу, что требуется капитальный ремонт, но ничего сделано не было. У нас обрушился потолок и стены в комнате в районе эркера начало все. Забрали сестру к себе, и муж с сыном несколько лет делали ремонт самостоятельно. Сейчас квартира у нас приведена в порядок, но с наступлением осени у нас по стене эркера опять поползла влага и плесень. Проблемный дом ждет ремонта уже восьмой год. За это время он успел получить статус памятника архитектурного наследия. И теперь, чтобы его отремонтировать, нужно собрать в два раза больше бумаг. Лидия Дмитриева обратилась в госжилнадзор, как в последнюю инстанцию. Обещали помочь. Сотрудник все у меня получил, записал мой адрес, куда прислать ответы, что будет дальше. Но ходить в управляющие компании мы больше не будем. Специалисты областного комитета государственного жилищного надзора и контроля совместно с представителями профильных комитетов администрации Выборгского района помогали разбираться в запутанных ситуациях в Выборге, Приморске, поселках Советском и Соколинском. По некоторым из адресов уже проведены проверки. Количество людей у нас сегодня, честно сказать, с одной стороны порадовало, но немного удивило, что записалось такое количество жителей на прием. 32 человека и плюс еще 10 уже мы видим в порядке живой очереди подходят люди. Но, наверное, это можно связать с началом отопительного сезона, то есть с теми проблемами, которые неизбежно всегда возникают. Но еще раз повторюсь, по максимуму все проблемы постараемся сегодня решить. По ряду домов приведены проверки уже, то есть сегодня мы, надеюсь, сможем конкретные уже меры озвучить или, скажем так, обсудить с жителями, то есть какие управляющими компаниями меры уже принимаются. Такие встречи в муниципальных районах проводятся дважды в год. График приема граждан формируется заранее. В следующий раз Госжилонадзор приедет в Выборг уже в 2020 году. Выборг-Отдел ГИБДД Это может быть предпринимательская деятельность без официальной регистрации, соблюдение режима труда и отдыха автобусами. В настоящее время у нас запрещено в ночное время осуществлять пассажирские перевозки организованных групп детей. То есть для этого предусмотрено только дневное время. Отсутствие ремней безопасности, допустим, отсутствие при перевозке детей специальных детских удерживающих устройств. Все, что связано с перевозками пассажиров. По итогам проверок, виновные как физические, так и юридические лица были привлечены к административной ответственности. Выборг под наблюдением. Система «Безопасный город» помогает полиции находить нарушителей правопорядка. В разных точках города в настоящее время работает более 100 камер видеонаблюдения. За последние четыре года на бесперебойную работу комплексной системы пошло более 3 миллионов рублей из районного бюджета. Изображение с камер в реальном времени поступает в городской информационный центр, где ситуация на улицах контролируется круглосуточно. Обо всех происшествиях и подозрительных моментах специалисты оперативно сообщают правоохранителям. По охвату видеонаблюдения все основные площади в городе Выборге, все точки, где у нас проходят общественно-массовые мероприятия. И с точки зрения коммунального хозяйства, сохранности имущества, аппаратный комплекс «Безопасность» города Выборга зарегистрировал себя с положительной стороны. Только в этом году камеры видеонаблюдения зафиксировали почти 100 правонарушений. Порядка 80 ДТП и 19 проникновений на закрытые территории. Аналогичные системы у нас установлены в Рощинском городском поселении. Очень эффективно показала себя и при проведении мероприятий, направленных на тренировочный процесс сборной Хорватии, поселке Рощино. На стадионе в городе Светогорске установлена система АПК «Безопасный город». И в ряде других администраций в соответствии с возможностями бюджета, потому что деньги выделяются из бюджетов муниципальных образований, восстанавливаются данные системы, что, безусловно, облегчает работу правоохранительных структур. Комплексная система видеонаблюдения призвана сделать жизни населения безопасной. При этом жителям и гостям города, в свою очередь, необходимо соблюдать правопорядок и быть благоразумными, чтобы не попасть в кадр в роли антигероя. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от всех глав администраций первого и второго уровней к 1 января 2020 года иметь открытый канал связи с населением. По его словам, все главы муниципальных образований должны создать страницы в социальных сетях или поделиться номером своего мобильного телефона для общения с жителями в мессенджерах. По словам губернатора, он уже более года имеет личную страницу и общается с населением 24 часа в сутки, ежедневно получая сотни сообщений. Стоит отметить, что руководители выборгской власти Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов уже имеют страницы в соцсетях. Профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит на территории Выборгского района. Она продлится до 23 ноября. Мероприятие направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Сообщений о распространении, хранении и употреблении незаконных веществ ждут от населения по телефонам горячей линии УМВД по Выборгскому району и областного управления внутренних дел. Принимаются анонимные обращения. Вся информация будет проверена. Женское предпринимательство поддерживают в Ленинградской области. У представительниц прекрасного пола есть возможность пройти обучение и выиграть грант на открытие собственного бизнеса. В регионе стартовал образовательный проект «Мама-предприниматель». Специальные тренинги пройдут с 25 по 29 ноября во Вселужском районе при поддержке областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. Программа разработана специально для тех, кто находится в декретном отпуске, а также для женщин, имеющих несовершеннолетних детей и состоящих на учете в службе занятости. Слушательницам курса расскажут, как начать собственное дело. В конце обучения участницы должны представить свои бизнес-идеи. Автор лучшей из них получит грант в размере 100 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно на сайте проекта до 18 ноября включительно. Лавина положительных эмоций накрыла этой осенью воспитанников образцового коллектива «Вдохновение». В дни каникул юные танцоры покоряли сцены Москвы и Санкт-Петербурга. Из столицы они привезли звание лауреата второй степени. Несмотря на то, что мы заняли лауреата второй степени, но для Москвы это очень-очень хорошее звание, потому что съехались в гостиницу «Космос» представители творческих коллективов со всей России и из ближайшего зарубежья. Строгая жюри очень жестко оценивала участников, а для этой группы коллектива это был первый выезд на такой серьезный конкурс. Уже через неделю после поездки в Москву девочки покорили новую вершину, приняв участие в еще одном международном конкурсе – «Рождение звезды». Как признаются сами артистки, победа досталась им непросто. Было нелегко при подготовке к конкурсу, потому что в номера добавились новые девочки, пришлось многое переделывать. Когда пришли результаты конкурса, все очень обрадовались, удивились и поняли, что работа пройденная была не зря. По словам руководителя коллектива, готовиться к конкурсу пришлось в аврально короткие сроки. Однако ни спешка, ни волнение не помешали добиться желаемой победы. Буквально за полтора месяца мы с девочками восстановили репертуар старшей группы. В прошлом году мы выпустили наших великолепных выпускниц, старшую группу коллектива «Вдохновение». И всего за полтора месяца этого учебного года мы восстановили репертуар старшей группы, потому что танцы у нас были очень красивые. Это танец «Поседство счастья», это танец не по соседски народной стилизации и номер, который танцевала средняя группа «Мечты с розовым отливом». Артисты представили на конкурсе танцевальные номера разных направлений – русский народный, эстрадный, хип-хоп. И это далеко не полный перечень из репертуара коллектива. Сегодня девочки по праву гордятся своими успехами. Перед выходом на сцену я подумала о том, как мы много репетировали, и поняла то, что у нас все получится, и с уверенностью вышла на сцену. Я горжусь этим результатом. К слову, завоеванная на конкурсе гран-при – не просто очередной диплом. Эта награда открыла вдохновение путь на кремлевскую сцену. Эмоциям не было предела, когда я и дети узнали о том, что мы поедем в Кремлевский дворец съезда 2 февраля и примем участие в большущем красивом концерте на главной сцене нашей страны вместе с другими талантливыми коллективами, которые приедут из всей России. Сегодня вдохновение – это большой и дружный коллектив, в котором танцуют десятки детей и подростков. А многочисленные победы и награды лишь доказывают, что для увлеченных людей нет ничего невозможного. Созвучие «Палитр» в Выборге. Выставочный центр «Эрмитаж Выборг» презентовал публике новую экспозицию в галерее «Артхолл». Работы представили члены творческого объединения «Равновесие» из Санкт-Петербурга. Все авторы – сотрудники разных отделов государственного «Эрмитажа» – реставраторы. Все художники, они с разными стилями, с разными жанрах работают, но при этом все вместе, как мне кажется, у нас получается достаточно органично. И вот то, что на этой выставке представлено, это как раз вторая наша выставка, которая получила название программы «Созвучие Палитр». Мы решили не придумывать какие-то отдельные сюжеты для выставки, какие-то программы, а именно то, чтобы каждый художник мог высказаться с той стороны, с которой он сам считает наиболее интересной. Выставка в галерее «Артхолл» дает возможность гармонично сосуществовать разным видам искусства. Живопись удивительным образом дополняет керамика Алексея Боровикова и Вадима Лебедева, который представил в Выборге коллекцию, выполненную из разноцветной глины, окрашенной сложными соединениями серебра, золота и платины. Технология сложная и дорогостоящая. За три года мастеру удалось создать 50 работ. Нация, которая занимается много рисунком, она продвигается в технологиях и в производстве вообще во всем очень сильно. То есть люди интересующиеся живописи, а еще лучше и занимающиеся, и рисующие – это нация, ну, развивающаяся, и у нее большая перспектива. Ну, в отличие от тех, кто ничего не делает, естественно. Кто ничего не делает, с ними ничего не происходит. Украшением вернисажа стал показ коллекции шляп Ирины Сороцкой, давнего друга творческой группы «Равновесие». Аксессуары гости кокетливо примеряли и с удовольствием фотографировались. Как призналась мастер, декорируя, она грустит о том времени, когда шляпка была обязательным элементом гардероба. Ностальгия – это моя тема, потому что я всегда думаю о том, как предыдущие столетия женщины украшали себя. И мне кажется, что эту тенденцию нужно продолжать и украшать жизнь, так сказать, наших женщин. Что касается живописи, в галерее представлено все многообразие жанров и техник. Каждый художник получил возможность рассказать свою сокровенную историю. Татьяна Шлыкова, например, посвятила несколько работ музыке. Вот эта картина экспонируется впервые. Мастер написала ее специально к вернисажу в Выборге. Здесь, конечно, я очень рисковала, взяла такую рискованную опасную композицию. Когда, если посмотреть, то получается, что персонажи-то очень здорово срезаны картиной рамой. Они фактически выведены на периферию. И получается, что центральное место отдано вообще свободному пространству. Это пространство, оно буквально искрит светом и светом. Что происходит между персонажами? И все, и ничего. Это то, что каждый зритель может вложить туда свое содержание, но там уместится. Вот такой творческий эксперимент с опасной композицией и с содержанием универсальным. Этюды памяти Елизаветы Стрельниковой, путешествия на восток Зои Столяровой, скандинавская серия романтических пейзажей Юрия Гербиха. Работу петербургских коллег гармонично дополняют несколько картин заслуженного выборского мастера, членотворческой группы «Эрмитаж», представителя школы аналитической живописи Альберта Бакуна. Выставка «Созвучие палитр» будет работать до 25 ноября. Гостей в галерее ждут ежедневно с 12 до 19 часов. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго!